Рак шейки матки – серьезное заболевание. В европейском регионе ВОЗ это заболевание ежегодно поражает около 67 тысяч женщин. Однако большинство случаев рака шейки матки можно избежать, если проводить вакцинацию против ВПЧ. Рак шейки матки начинается с инфекции ВПЧ. Сокращение ВПЧ означает вирус папиллома человека. Этот вирус широко распространен и передается половым путем. У некоторых женщин ВПЧ приводит к инфекции, которая может вызывать дисплазию, то есть присутствие аномально развивающихся клеток на поверхности шейки матки. А дисплазия шейки матки может со временем развиться в рак шейки матки. Вакцинация позволяет вашей иммунной системе противостоять большинству типов ВПЧ, которые способны вызывать рак шейки матки. Вакцины против ВПЧ проходят исключительно тщательную проверку. Результаты многих крупных исследований показали, что эта вакцина безопасна и эффективна предотвращает дисплазию и рак. Одно из исследований по испытанию вакцины проводилось следующим образом. 16 947 девочек неинфицированных ВПЧ были разделены на две группы методом случайной выборки. Одна группа получала вакцину, а другая группа контрольная получала плацебо, не дающая защиты от ВПЧ. То есть 8 487 девочкам была введена вакцина ВПЧ. 8 460 девочкам – плацебо. Два года спустя ни у одной из девочек из группы, получившей вакцину против ВПЧ, не было обнаружено дисплазия шейки матки. А в группе, получившей плацебо, у 53 девочек была диагностирована дисплазия шейки матки. Еще через два года у двух девочек из группы, получившей вакцину ВПЧ, была обнаружена дисплазия шейки матки. Однако в группе, получившей плацебо, к этому моменту дисплазия развилась в целом у 112 девочек. В ходе исследования также изучался риск развития нежелательной реакции на вакцину. Был сделан вывод, что польза от вакцинации против рака шейки матки намного превышает риск любых нежелательных реакций. С тех пор проведено много других широких исследований вакцины ВПЧ. Результаты показали, что эта вакцина высокоэффективна и сокращает риск развития рака шейки матки, если вакцинация проведена до заражения инфекцией ВПЧ, то есть до начала активной половой жизни. Чтобы узнать больше, поговорите со своим врачом. Дополнительную информацию о ВПЧ и в том числе о возможных побочных проявлениях после иммунизации Вы можете найти на веб-сайте Национального органа здравоохранения Вашей страны.